МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году Саров впервые присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Представители городской думы, администрации и муниципальных организаций и бизнес-сообщества примерили на себя роль добрых волшебников и исполнили мечты юных саровчан. Без бороды и посоха, да и снегурочки тоже не видно. Но это условности. Главный зимний волшебник несет радость и подарки. С этим все в полном порядке. Накануне новогодних праздников роль Деда Мороза на себя примерили представители думы, администрации и другие неравнодушные саровчане. Такие, как депутаты Петр Смирнов и Евгений Михеев. Став участниками акции «Елка желаний», они помогли воплотить жизнь мечты ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Это очень правильное и хорошее начинание, исполнять желания детей. Я считаю, это одна из самых главных наших задач, как взрослых. Кирилл попросил у Деда Мороза ноутбук. Сейчас, когда школьники перешли на дистанционное образование, это предмет первой необходимости. Тимофей загадал на Новый год коньки. По соседству с их домом есть хоккейная коробка, и мальчик уже не терпится опробовать свой подарок в деле. Маленькая Есения тоже получила коньки. И как настоящая девочка, тут же решила оценить, как она будет смотреться в новинке. Евгений Михеев надеется, что сегодняшние подарки станут для ребят залогом будущего успеха во взрослой жизни. Перед Россией стоят амбициозные цели в рамках научно-технологического прорыва. И это могут только зачастливить дети, люди, которые умеют мечтать и умеют добиваться своих целей. Поэтому эта акция позволит им стать на чуточку ближе к своей цели и стать счастливее. В этом году в новогодней акции «Елка желаний» приняли участие 19 семей. Чиновники и бизнесмены помогли воплотить в жизнь мечты и самые заветные желания 30 с лишним ребят. Финальный аккорд в акции 30 декабря на площади Ленина поставили первые лица города. Это очень приятная для меня миссия. Мне досталось два шара, я специально их взял. Я специально взял шар номер 13, потому что я думаю, ну что же это за дети, которые попали в этот шар, им не может не повезти. Из рук главы города ребятащие имена скрывались под номером 13. Это были два брата, Степан и Вадим. Получили детский хоккейный набор и игровую гарнитуру. Юной Виталине на Новый год достался обучающий компьютер. Последнее новогоднее желание исполнил председатель Думы Антон Ульянов. Многим детям-то приятно получать подарки, а взрослым очень часто приятно их дарить. Поэтому я тоже с большим удовольствием Веронике хочу преподнести подарок. В большой коробке, которую приготовил для Вероники Антон Ульянов, оказался детский велосипед. А значит, лето для девочки будет незабываемым. Дух волшебства и чудес уже витает в воздухе. Новый год – самый сказочный праздник. Но порой для его встречи не хватает особенных эмоций и предчувствий, что скоро произойдет что-то хорошее и чудесное. Что делать, если новогоднего настроения нет? И как его вернуть? До Нового года осталось совсем чуть-чуть. И уже все кругом говорит о приближении волшебного праздника. Улицы города украшены, а елки наряжены. Люди спешат домой к своим родным и близким. Но что делать, если Новый год уже у порога, а у вас нет новогоднего настроения? Как его вернуть? Об этом мы спросили у саровчан. У вас есть новогоднее настроение? Так. Ну, пока что нет, потому что у меня сессия, к сожалению. И она в порции все мое новогоднее настроение. Есть оно новогоднее настроение, потому что от следующего года мы ждем гораздо лучшего, нежели этот год. И в этот пусть уходит, потому что в этом году у меня много было неприятностей. Не здоровиться? Нет. Нет, пока нет. У нас новогоднее настроение, наверное, есть все-таки. Наверное, скорее всего, все-таки есть. Ну, хотелось бы, наверное, чтобы этот год завершился, наверное. У всех, наверное, жителей нашей страны, всего мира закончился коронавирус. И все-таки 2021 год мы встретили немножко по-другому. И да, и нет. А вот небольшой совет. Как вернуть новогоднее настроение, если оно пропало? Что делать? Елку наведить. В гости сходить. Ну, сейчас с этим не очень-то пойдешь. А так даже... Не знаю. К сожалению, не у всех саровчан есть новогоднее настроение. Но это можно исправить. И за помощью мы обратимся к доброму волшебнику Дедушке Морозу. Дедушка Мороз, а исполни, пожалуйста, мое заветное желание. Конечно же, исполню. Подходи. Бери за посох. Одной рукой или двумя? Двумя лучше. Двумя, так, все. Закрывай глаза. Давай. И про себя самое заветное желание. Как будешь готовым, мне скажи. Готова. А теперь повторяй за мной слова и будем встречать в это время посохом. Посох волшебный, ты нам помоги. Заветное желание исполнит ты. Обязательно исполнится. Видишь, даже посох загорелся. Спасибо, Дедушка. Дедушка Мороз вернул волшебство в саров. И теперь горожане точно готовы к встрече Нового года. Ни одна встреча Нового года не обходится без угощений. В этом году рестораны закрыты, поэтому все внимание на семейные торжества. Хозяйки стараются удивить гостей и приготовить что-то по секретному рецепту. Что подадут саровчане на стол гостям в главный зимний праздник, выясняла наша съемочная группа. Оливье, селедка под шубой, заливное, бутерброды с икрой. Это далеко не полный список традиционных блюд, которые готовят хозяйки для семейного застолья в новогоднюю ночь. Чем в этом году хотят саровчане удивить своих близких? Может быть, приготовят что-то экзотическое? Скажите, пожалуйста, какое будет главное блюдо на вашем новогоднем столе? Говядина в апельсинах. Ну, я уже купила утку. А что с ней будете делать? Ну, я сначала ее мариную, а потом с капустой тушу, с рисом, и туда еще фарширую и запекаю в духовке. Ну, я в гостях буду. Какое приготовим? Оливье, наверное? Ой, даже и не думала. Не знаю. А что обычно готовите? Салат оливье. Мясо. Ну, когда рыбку делаю. В основном так. Вы знаете, к сожалению, ничего не потому, что я работаю. Новогоднюю ночь. Папа, может... Да, что у вас с мамой, может быть, будет? Расскажем. Расскажем, что ты готовишь. Ну, может... Салат какой-нибудь или горячий? Ну, да, вкусно. Салат какой? Да. Вот. Селедка под шубой. Курчу. А поделитесь рецептом. Ну, это свои рецепты. Я здесь старенький человек, я живу с дочкой, не знаю, что будет. А что вы раньше готовили? Раньше... Ну, раньше это было когда... Это когда было салат, винигрет. В общем, так вот. Все нормально было. Оливье. И какой-то особенный рецепт, или классический? Классический. Филе куриное хочу. И лосось. У меня подруга готовит. А, очень вкусно. С картошкой, да, вкусно. Запеченная, между прочим. И чем-то фарширует еще рыбку. А еще скумбрия. С это, вместо селедки, селедка под шубой, скумбрию туда добавляешь. В детской библиотеке имени Пушкина завершился прием работ на арт-марафон «Зимняя сказка». Юные художники и иллюстраторы принесли в библиотеку более ста рисунков. Все работы опубликуют на официальном сайте. А в Рождество откроют библиотеки выставку. Снеговик, почтовик, Дед Мороз, снежная королева, волк, лисица. Этих и многих других сказочных персонажей нарисовали юные саровчане для арт-марафона книжных иллюстраций «Зимняя сказка». Наш книжный арт-марафон был направлен на укрепление традиций семейного чтения, на то, чтобы дети, дошкольники и младшие школьники ознакомились с художественной литературой зимней и новогодней тематики, для поднятия настроения, боевого духа и также на развитие детского творчества. Ребята читали зимние книги, выбирали понравившиеся им цитаты и рисовали иллюстрации к ним. Всего в библиотеку прислали около ста рисунков. «Все эти иллюстрации, все эти рисунки будут представлены на нашей выставке в библиотеке в январе. Все желающие могут прийти, пофотографироваться и полюбоваться на детское творчество». Все, кто принимал участие в создании иллюстраций, получат дипломы, а руководители детских работ – благодарственные письма. Рисунки опубликуют на сайте библиотеки до 15 января. «Мы очень рады, что так много саровчан приняли участие в нашем марафоне, и что данные работы будут радовать нас и наших читателей еще долгое время». Выставка сказочных рисунков откроется 7 января в Центральной библиотеке имени Пушкина и продлится до конца месяца. «Познакомиться с детским творчеством приглашает всех желающих». Новый год. Возможность сказать теплые слова, поблагодарить и пожелать всего самого наилучшего. С Новым годом саровчан поздравили первые лица области и города. В конце 2020-го мы просто обязаны очень пристально смотреть в будущее. Отметив 75-летие Великой Победы в этом году, мы вступаем в год 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Это событие надолго определит и наше будущее, и, конечно, подарит много приятных мгновений. 2020 год уходит. Приходит новый 2021. Пусть всем нам он принесет много радости и счастья. С Новым годом! В первую очередь я хочу сказать слова благодарности нашим врачам за их самоотверженный труд. Также сказать спасибо всем, кто в это непростое время помогал заболевшим, волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам. Вообще всем, кто не остался в стороне в этой ситуации и помогал с доставкой продуктов, лекарств, выгулом домашних животных. Ваш вклад трудно переоценить. В 2021 году нас ждет много интересной работы на благо родного города. Большая часть ее будет направлена на развитие инфраструктуры города и создание комфортной среды для нас и наших детей. Я надеюсь, что эти проекты будут реализованы должным образом и надеюсь на ваше участие и поддержку. Пусть в эти новогодние и рождественские дни никто не останется обделенным заботой и вниманием. Пусть ваши дома наполнятся теплом и уютом. Поздравляю вас, друзья, с Новым годом и Рождеством. Желаю вам счастья, здоровья вам и вашим близким, оптимизма и удачи в Новом году. Уважаемые горожане, дорогие сотрудники ВНИЭФ, сердечно вас поздравляю с наступающим 2021 годом. Я сегодня хочу поблагодарить жителей города за их самообладание, за их ответственность. Особую благодарность хотел бы выразить врачам, медицинским работникам, которые сегодня на передовой борьбы с пандемией. Безусловно, что, выйдя на полку, мы рассчитываем в первой половине 2021 года на стабилизацию, на дальнейшее наше развитие, на привычный уклад жизни. Это наша надежда и это наша мечта, которая живет в сердце каждого горожанина, в сердце каждого россиянина. Вступая в 2021 год, я желаю каждого из вас здоровья. Я желаю вам и вашим близким быть здоровыми и счастливыми. Но для этого нужна самодисциплина. Для этого нужны временные ограничения. Я вас убедительно прошу быть корректными внутри семьи, внутри коллектива, внутри нашей городской территории, чтобы не дать возможности распространения пандемии. Это задача номер один в 2021 году. Мы сформировали 2021 год. Мы создали условия для дальнейшего роста. И роста выручки, и роста дополнительного дохода и заработной платы в том числе. Все будет хорошо. С наступающим Новым годом. Счастья, здоровья вам и вашим близким. Уважаемые саровчане, поздравляю вас с Новым годом. В 2020 году произошло много знаменательных событий. Мы отметили 75-летний юбилей Великой Победы, юбилей атомной отрасли. И, конечно, важное политическое событие. Мы выбрали седьмой созыв депутатов. Я отмечаю, что выбранные в Думу депутаты – это люди, которые искренне желают нашему городу развития и процветания. Новый год – замечательный семейный праздник. И пусть в каждой семье, в каждом доме будут подарки, улыбки, добрые слова, теплая атмосфера. Пусть каждый день Нового года приносит в нашу жизнь радость от творчества, от созидания. Дорогие саровчане, счастья вам, здоровья и благополучия. С Новым годом и Рождеством Христовым! Дорогие саровчане, мы провожаем високосный 2020 год. Для нас всех он стал вызовом. Мы столкнулись с новой реальностью, самоизоляцией, удаленной работой и учебой. Новые цифровые технологии стали частью нашей повседневной жизни. Мы научились быть добрее и ценить то, что у нас есть. В первую очередь, свое здоровье и своих близких. Ценить труд врачей и всех медицинских работников. Встречая 2021 год, мы загадываем желание под бой курантов. Я желаю вам и вашим близким здоровья в Новом году. Желаю быть лучше, учиться новому и не бояться идти вперед. Желаю любви и доброты, чтобы поводов для улыбок было больше. Будьте счастливы в Новом году. С Новым годом! И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!